Как делают чемпионы мира Олимпиады в сборной России, в сборной Кубы. Одно и то же. У нас утеряно поколение. Поэтому, к чему я говорю? Что советская школа бокса отличается от зарубежной, в данном случае американской. Только один. Что у нас шли от чего? От базы, от методики. И только потом переходили к индивидуальности. То есть база. Это как у вас, в институт приходишь, у тебя несколько общеобразовательных предметов постоянно нет. А у американцев наоборот. Он приходит, денежки заплатил, там еды сплатят. И вот он полгода ходит там. И вообще никто не поступает. Но через полгода я не увидел, что он пацанат правый сбок вот такой. Все, полгода начинает на правый сбоку, уже его бокс. Уже начинает правый сбок сюда. Много американских боксеров, любителей были олимпийскими чемпионами еще. Видите, каких назовете? Муханин, Тайсон. Рой Джонс. Рой Джонс тоже, да? Они все были. Май Вейзер, призеры олимпиады, чемпионы олимпийскими. Это все, это единицы. И клеяда советских боксеров. Клеяда и единицы американских. Которые становились во времена СССР и Кубы. Семпиона олимпийской области. Единицы. Мы просто опоздали пока и нас туда еще не пускают. В этом профессиональном боксе. В свое время будет полностью мусульманскими. Более тяжелые веса. Сейчас вот что-то меняется. Это не важно. Понимаете структуру? То, чем вы занимаетесь. Научить боксировать я вас не научу никогда. Выучить сделать какие-то движения. Структура тела американского и русского одна и та же. И не важно, что он американец и профессионал. Хочешь ты или нет, без вращения пятки и бедра, ты максимально сильно свое тело не задействуешь. Без упора передней ноги, без группировки, улетишь сам за кулаком. Без сохранения плечевого корпуса работаешь. Будешь тоже трактористом колхозным. Логично? Все то же самое. Тело так устроено. Как оно может, вот вы и этому чувствуете. Поэтому голову себе не забивайте. Вот только так, только так. Можно что угодно. И так, и так, и так. Главное, чтобы у тебя кулак не сломался. А голова противника ушла. Вот это важно. А для этого ты координацией занимаешься. Я себе вроде пяточки, бедра, плечи. Чтобы гадость дядя кулаком сделал. Можно, конечно, так, но лучше пальцы поберечь. А достойно? Все. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как отрабатывали вообще в спарринге, допустим, в бою? Да? Именно вот уклоны, нырки. Это я записал. А теперь сейчас то, что выписали. Я не слышал. Иван Максовик. Ну, не делится секретами такими. Это еще только ему по секретам. Просто вот уклоны, нырки. Потому что у меня, что вот я раньше занимался, ну, там, полтора года назад, что мы сейчас, понятно, еще все пуже. Но вот когда именно в движении, когда именно летит удар, я не успеваю ни в сторону идти. Я тебе больше скажу. Когда летит кулак и не припишу. Я только по прямой линии вот так вот назад укажу и смотрю. Ну, вот еще раз смотрю. Что за микрофон у вас? Где у вас? Да? Боя какая-то. А куда вы вешиваете? Ну, нет. Петличка. От летящего кулака. Ну, я просто у Алексея его очень не увидел. Да он не хочет сейчас. Звезда. Ну, даже с дальнего. А с дальнего? Ну, да, круто. Сейчас. Слушай, там бумажки надо записать. И я потом... Вообще-то я в боксе следил, на самом деле. А? Я следил за этой боксом. Я в домашку старик. Сейчас. Еще двесек. Да не-не-не, ну зачем? Что у вас? Сейчас. Там, блин. Сейчас. Там, блин. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В نے новые великой площади.